Олено-транспортные батальоны, военные формирования времен Великой Отечественной войны. Они состояли из коренных жителей Заполярья, оленеводов. Чтобы деятельность этих военных частей на Карельском фронте не оказалась забытой, Ассоциация Кольских Саамов предлагает воздвигнуть памятник батальонам в Мурманске. Рассказывает Денис Прокопенко. Эпопея с памятником олено-транспортным батальоном длится уже несколько лет. Сначала были проблемы с созданием инициативной группы, потом с подборкой места для памятника. Мэрия Мурманска согласовывать проект не спешила, так как не было понятно, что и где хотят строить. Теперь Саамы решили пойти иным путем. Сначала разработать макет, затем определиться с местом, где будет стоять малая архитектурная форма. И только потом готовить документы на согласование муниципальной власти. Саамский народ считает, что такой памятник должен быть. Почему? Потому что у нас должна вырасти новая молодежь. Они должны помнить о том, что оленеводы со своими оленями участвовали в защите наших рубежей, нашей родины на Кольском Севере. И важно то, чтобы осталась память нашим воинам. Олено-транспортные батальоны на Карельском фронте были востребованы. Там, где техника застревала в снегах, оленеводы вывозили с передовой раненых, доставляли припасы и даже транспортировали в тыл сбитые самолеты. Формировались батальоны и жители Заполярья. Позже, когда стало понятно, что нужного количества людей и животных здесь не хватает, призывать стали и каюров из других регионов. Эти эшелоны формировались в Ямало-Ненецком автономном округе. В областном центре на Рианмаре памятник этому виду войск установили еще в 2012 году. Из Лавозера о линии упряжки двигались в железнодорожную станцию Пулозера. Там их грузили в вагоны и отправляли в Мурманск. А в Мурманске на баржах перемещали на западный берег Кольского залива, а дальше они своим ходом двигались на фронт. И вполне возможно, они находились на пяти углах. Пункт сбора был. То есть конкретно, точно, у нас нет указаний, что именно на пяти углах был пункт сбора. Представители Саамского собрания объявили конкурсный эскиз для памятника оленно-транспортным батальонам. Участвовать в нем могут не только жители области, но и представители других регионов. Свой эскиз нужно сдавать распечатанным на листе формата А4. Подведут итоги конкурса 20 ноября.